МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Осторожно, тонкий лёд. Как уберечь себя от опасности? Квесты, соревнования, волонтёрства. Итоги студии недели подвели в молодёжном центре. Без пострадавших на дорогах города было относительно спокойно. Далее расскажем обо всём подробно. Налоговые инспекции Нижегородской области с 31 января будут принимать налогоплательщиков только по онлайн-записи. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области. Попасть на приём в операционный зал смогут только граждане, воспользовавшиеся сервисом онлайн-запись на приём в инспекцию. Такой же порядок приёма действует и во всех обособленных подразделениях инспекции. Это сделано для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. До возобновления работы инспекции приём всей корреспонденции, поступившей от заявителей в налоговые органы на бумажном носителе, будет осуществляться через специальный бокс, установленный перед входом в операционный зал. Для удобства налогоплательщиков на конвертах для корреспонденции рекомендуют оставлять номер телефона для дистанционного решения вопросов при их возникновении. В налоговой службе отметили, что сейчас большинство услуг ФНС России можно получить через интерактивные сервисы в режиме онлайн, без посещения ведомства. Получить консультацию по вопросам налогообложения можно также по бесплатному номеру единого контакт-центра 8 800 222 2222. Кроме этого, получить услуги налоговой службы можно в территориальных многофункциональных центрах МФЦ. Актуальную информацию о режиме их работы можно узнать, посмотрев раздел сайта контакты. Налоговая служба Нижегородской области просит налогоплательщиков с пониманием отнестись к ограничениям. Трагедия, которая произошла в Ленобласти, мгновенно разлетелась по всем СМИ страны. 24 января 7-летний мальчик угодил в воду после прыжка на лед. Из-за сильного течения ребенка унесло. Подобные трагедии случаются каждый год. Как вести себя при несчастном случае на водоемах, расскажем далее. Специальных мест для перехода рек и водоемов зимой в Сарове нет. И выход на лед запрещен. Об этом предупреждают информационные знаки, которые установили у водоемов. И каждый, кто выходит на лед, рискует жизнью и здоровьем. Поэтому прежде, чем сокращать путь через реку, нужно быть уверенным в прочности льда. Все зависит от температуры, от толщины льда. Если человек специально хочет выйти на лед и узнать, можно ли, как рыбаки, допустим, прежде, чем выйти на лед, наверное, каждый рыбак сначала узнает толщину льда. То есть пробурит лунку, посмотрит толщину. Скажем так, минимальная толщина льда для выхода на него должна составлять в пределах 10 сантиметров. То есть это безопасный выход на лед. Любители зимней рыбалки на льду также могут поджидать опасности. Поэтому подготовиться стоит ответственно. Для рыбалки лучше выбирать открытые места с пологим берегом, чтобы было удобнее спускаться к водоему. Для подстраховки всегда нужно брать с собой и специальные средства спасения. А вот кататься на коньках на открытом льду еще опаснее, чем переходить через него. Существует такая опасность, как провалиться в лунку. Или лед где-то там нашел льдиный на льдину. То есть вероятность падения велика. Тут получение травм. Не только утонуть, скажем так, а даже получить травму. Такие случаи были. И у нас тоже были. Если все-таки вы провалились под лед, то в первую очередь нужно сбросить с себя зимнюю одежду и постараться выбраться ползком, не вставая на ноги, на безопасное расстояние. Если вы стали очевидцем несчастного случая, то действия должны быть следующими. Максимально подойти, сколько можно там, да, допустим, ну, в метрах в трех-четырех, хотя бы, ну, смотреть надо по ситуации. То есть также лечь на живот, ползком, ползком, подобраться на максимально близкое расстояние, ну, чтобы докинуть шарф или ремень. Лучше, конечно, если несколько, то есть, вещей каких-то связать получится узлами и добросить до, скажем так, до пострадавшего, чтобы он зацепился и уже вытаскивать его на лед. О происшествии нужно сразу же сообщить по номеру 112. Сотрудники МЧС также обращают внимание любителей покататься на льду на транспортных средствах. Выезд на лед на автомобилях и снегоходах может повлечь за собой не только риски для жизни, но и административный штраф. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Полностью переводить все российские школы на дистант не планируют. Об этом заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Красов в интервью телеканалу «Россия-1», пишет ТАСС. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, регионы – это их право, принимают локально соответствующие решения, сообщил глава министерства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Суды Нижнего Новгорода рассмотрели за неделю 154 дела по нарушению требований указа о введении режима повышенной готовности. По итогам рассмотрения было назначено 54 штрафа организациям, должностным и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Вынесено 95 предупреждений. Напомним, ответственность за нарушение указа губернатора о введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Теплая и снежная погода ожидается в Нижнем Новгороде в период с 31 января по 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные портала «Гесметео». Обильные снегопады создали немало проблем нижегородцам этой зимой. Дорожные службы работали на пределе возможностей и все равно горожане периодически сетывали на плохо расчищенные дворы или пробки, возникающие при снижении видимости. Губернатор Глеб Никитин ужесточил коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин ужесточил коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости в Нижегородской области. В соответствии с изменениями в указе приостанавливают работу ночные клубы, танцевальные площадки, бары и кальянные. Дети младше 16 лет теперь могут посещать торгово-развлекательные центры только с сопровождением взрослых. А кафе и рестораны снова продолжают работать на вынос с 23.00 до 6 утра. Четверо саровчан сели за руль в нетрезвом состоянии. 23 водителя нарушили правила остановки или стоянки. Двое проигнорировали требования к перевозке детей, а 35 подвергли опасности себя, не пристегнувшись ремнем безопасности. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Битва тяжеловесов. У поликлиники номер 2 столкнулись Тойота и УАЗ Патриот. Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в припаркованный УАЗ. После чего покинул место ДТП. В течение двух суток виновника аварии задержали. В ходе проверки выяснилось, что в момент ДТП он был нетрезв. Не выполнил требования правил дорожного движения об соответствующем оформлении дорожно-транспортного происшествия и с места ДТП скрылся. Зачастую такие водители находились в состоянии алкогольного пенения. На минувшей неделе прошла акция «Пристегнись». Цель операции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, не пристегнутых ремнем безопасности. В рамках акции выявили около 40 нарушений. На выходные у нас запланированы мероприятия по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного пенения. Будут выставлены дополнительные патрули. Из числа сотрудников госавтоинспекции будем работать по местам традиционного отдыха. Всего выявлено 130 нарушений правил дорожного движения. Четыре водителя задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Двое водителей задержаны за вождение без прав. 16 водителей оштрафованы за нарушение правил тренировки. Виктория Иванова, Константин Островский, Кирилл Новикевич. Служба новостей «Саров-24». Во дворце детского творчества прошло занятие «Школа-лидер» на тему красоты. Как оказалось, тема стиля является важной для многих подростков. Подробности далее. Актерское мастерство, ментальное здоровье, юридическая грамотность. Каждый месяц в рамках проекта «Школа-лидер» городской союз старшеклассников «Статус» проводит познавательные беседы. Тема мероприятия утверждается в начале года. Последнюю встречу посвятили красоте. На школе лидер ребятам подробно рассказали об анатомических особенностях лица и кожи. Также затронули тему строения волос и ухода за ними. Иван Ухавов Богославский, активистка радиационного совета старшеклассников «Статус» регулярно посещает занятия «Школа-лидер». По итогу этого мероприятия юноша подчеркнул для себя правила ухода за собой. Я узнал, что, например, голову нужно сушить массажными движениями, что нужны определенные типы расчесок для того, чтобы сначала голову расчесать, а потом уже делать какую-то себе прическу. Следующее занятие в школе «Лидер» планируется 16 февраля. Речь пойдет о сдаче ЕГЭ и процессе поступления в вузы и техникумы. У Лены Скородумова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Спортивные состязания, захватывающие квесты, помощь нуждающимся. Студенческая неделя в Сарове выдалась яркой, творческой и креативной. Итоги ее подвели в молодежном центре. Подробности далее. В Сарове прошла студенческая неделя для учащихся в медицинского колледжа, политехнического техникума, физико-технического института. Молодежь приняла участие в таких мероприятиях, как квест «Ночной дозор», студенческая олимпиада, добровольческая акция «Снежный десант». Мы принимали участие в игре, которая называется «Ночной дозор». Это квест определенный, по которому мы проходили по подсказкам, по определенным точкам, загаданным другими учебными учреждениями. Задания были разные. Были и подсказки на логику, были и фотоподсказки, и видеоподсказки, которые нам предстояло разгадать. В соревнованиях по волейболу между студентами заняли первое место, обыграв команду политехникума и медицинского колледжа. Спортивные, добровольческие и интеллектуально-развлекательные события студентам запомнятся на долгие годы. Идея провести такую праздничную неделю – общая инициатива студенческого актива, молодежного центра и департамента по делам молодежи и спорта. Это была неделя студенчества. Мы решили, что одним днем студента ограничиться невозможно. И столько было предложений от ребят, что хотелось воплотить их все в реальность. И поэтому мероприятия растянулись на неделю, но это было разнообразно, это было интересно и это было молодежно. Кубок победителя студенческой спартакиады вручили Саровскому физико-техническому институту. Команды одержали победу в трех из четырех номинациях – в мини-футболе, в женском волейболе и в баскетболе. И победителем в пятой студенческой спартакиаде становится команда Саровского физико-технического института. Крутые, молодцы, фотографии на память. По итогам квеста «Ночной дозор» наградили две команды – физико-технического института, как самых быстрых студентов, и политехнического техникума за самый близкий разгаданный финальный шифр. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24. Звонки от представителей банков, правоохранительных органов или подозрительно выгодные предложения продавцов на разных торговых интернет-площадках. Мошенники продолжают обманывать доверчивых горожан. Как защитить себя от обмана? Рекомендации правоохранителей в нашем следующем репортаже. И снова на те же грабли новых способов мошенничества появляется крайне мало. Возможно, потому что в этом нет особой необходимости. Злоумышленники с легкостью выманивают средства, пользуясь старыми проверенными методами. В последнее время особо активизировались телефонные мошенники. Как правило, такие звонки поступают от якобы Службы безопасности банка. Поясняют, что с его счета, который есть у гражданина, пытаются снять денежные средства. Для того, чтобы его сохранить и денежные средства остались в наличии, мошенники поясняют, чтобы данный гражданин перевел данные денежные средства на тот счет, который не указывает. Либо проследовал ближайшему банкомату, снять денежные средства и зачислил их на тот счет для того, чтобы сохранить денежные средства. И люди верят позвонившему, торопятся спасти свои средства и передают их прямо в руки преступников. Обмануть могут даже самого недоверчивого человека, позвав его по имени, отчеству, указав номер карты. Важно помнить, что на другом конце провода может быть неплохой психолог, для которого не составит труда усыпить вашу бдительность. К примеру, пожилые люди охотно верят позвонившему, если он представится сотрудником правоохранительных органов. Таким же образом мошенники могут попросить под видом сотрудников правоохранительных органов, что они изобличают в поимке преступников взять кредит на свое имя, перевести деньги, для того, чтобы впоследствии денежные средства вернутся, вернутся с определенными процентами, что никаких материальных ущерба они не понесут. Разумеется, никто таких спецопераций не проводит. И если вам позвонили с подобной просьбой, сразу кладите трубку. На удочку мошенников попадаются не только пожилые люди. Как раз наоборот, статистика пострадавших от сепки хлопоферистов с каждым годом молодеет, признается Николай Сафронов. Возможно, это связано с тем, что свои сети злоумышленники расставили и в интернете. Будьте осторожны и постарайтесь не попасться на уточку злоумышленников. Анна Перепец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Перепец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!